Несмотря на то, что все сейчас ругают разработчиков за плохую оптимизацию, графика становится круче из года в год. Вспомните, во что мы рубились лет 15 назад. Mafia 2, Dead Space, первый Assassin и второй Far Cry. А теперь взгляните на фотореализм в Plague Tale Requiem и Cyberpunk с трассировкой пути. Но насколько далеко мы можем продвинуться в 3D графике? Какие необычные графические технологии в будущем станут нормой и как искусственный интеллект прокачает привычные нам игры? На связи МК, сегодня говорим о будущем виртуального мира. Поехали! С каждым годом все больше разработчиков сталкивается с проблемой защиты данных пользователей. Вы наверняка не раз читали, как у очередной компании украли данные пользователей и в открытом доступе появились целые архивы с личной информацией. И пока штрафуют их лишь для вида. Но скоро все изменится. В течение трех лет по указу президента России более 100 тысяч организаций откроют подразделения IT-безопасности. А по оценке Headhunter, сегодня наша страна очень нуждается в специалистах по кибербезопасности. Они ищут уязвимости в программах и приложениях, после чего их устраняют. И эта работа на стороне добра хорошо оплачивается. Проекты по взлому начинаются от 5 тысяч и доходят до миллиона рублей. Например, столько готовы платить Минцифры за нахождение уязвимостей госуслуг. Получить востребованную профессию вы можете, пройдя курс «Белый хакер» от онлайн-школы Skill Factory. Он подойдет как новичкам, так и людям с опытом. Курс разработан с фокусом на практику. Вы отработаете навыки взлома и кибератак на виртуальных машинах. Освоите устройства операционных систем Linux и Windows. Научитесь программировать на Python. Писать скрипты на Bash и CQL. Овладеете методами защиты IT-систем. Помимо этого, вы поучаствуете в CTF соревнованиях и получите возможность пройти стажировку в информзащите, что, безусловно, выделит вас на фоне конкурентов. После обучения специалисты карьерного центра помогут составить резюме и подберут подходящие вакансии. А если у вас не получится трудоустроиться, школа вернет деньги. Если хотите стать специалистом, за которым охотятся компании, переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс «Профессия Белый хакер» и получите скидку 45% по промокоду «МОЙКОМПЬЮТЕР». Многие думают, что 3D-игры появились в начале 90-х, вспоминая о Wolfenstein 3D или первый Doom. Но на самом деле большинство прорывных объемных технологий гораздо старше. Взять, к примеру, Z-Buffer. По сути, это часть памяти, которая хранит информацию о глубине объектов в сцене, что позволяет определить, скрыта ли нужная поверхность за другой. Это упрощает рендеринг и отрисовку теней. Концепция этой технологии была описана еще в 1974 году Вольфгангом Штрассером. Но до обычных пользователей Z-Buffer добрался лишь через 20 лет, в середине 90-х, с появлением Nintendo 64 и его прорывным GPU под названием Reality Go Processor. Более того, RTX придумала не NVIDIA. Еще в 16 веке Альбрехт Дюрер описал несколько методов проецирования трехмерных сцен на плоскость изображения. В том числе, математически рассчитал, как геометрия сцены видна вдоль луча, как это делается при трассировке. Даже если брать именно компьютерное применение, первый RTX ON был получен в 1963 году учеными из Университета Мэриланда, которые получили изображение при помощи трассировки лучей, пускай и на экране осциллографа. И это касается буквально всех технологий трехмерной обработки изображений, которые сейчас используются в играх. Еще в 70-х были описаны различные методы затенения, наложения текстур и бамп-маппинг, или метод создания рельефной поверхности. Потребовались буквально десятилетия, прежде чем крупные игроки рынка, такие как Microsoft, Sony, Sega или Nintendo, начали постепенно использовать такие технологии в своих консолях и API. Причины таких задержек очевидны. Новые функции требовали все новых уровней мощности от компьютеров и внедрялись только когда процессоры или видеокарты свежих поколений могли их потянуть. Бум роста вычислительной мощности пришелся как раз на 90-е и начало нулевых, и очень хорошо оценить прогресс графики тех лет можно по 3DMark, которые выходили еще с прошлого века. Передовая графика 99-го года сейчас выглядит простовато, даже для смартфонов. Но стоит переместиться на пяток лет вперед, и картина полностью преображается. Детальные тени, улучшенное освещение и высококачественные текстуры. Далеко не каждая мобильная игра может порадовать картинкой уровня 3DMark 2006 года. Но что именно тогда сделало игры такими реалистичными? Ответив на этот вопрос, мы легко поймем, какая 3D-графика нас ждет впереди. И поверхностный ответ тут прост. Больше цифр. Оригинальная Лара Крофт из Томбрайдер середины 90-х могла похвастаться большими треугольниками. Лишь 250 полигонов на всю модель. Для сравнения, Мисс Крофт из последней игры серии имеет до 200 тысяч полигонов. Очевидно, чем меньше размер простейших треугольников, из которых состоит модель, тем реалистичней она выглядит. Все мы помним про квадратные колеса из игр нулевых. Поэтому первый очевидный прогресс, который можно ожидать с ростом вычислительной мощности GPU, это продолжение увеличения числа полигонов. Интересное решение в этой области предлагает Epic Games со своим Unreal Engine 5. Технология на нит в нем позволяет рендерить картинку с использованием так называемых микрополигонов. Идея в том, что теперь ПК отрисовывает 3D-модель не по четко заданному количеству треугольников, а подстраивает их число под количество пикселей. То есть чем выше разрешение монитора, тем большее количество полигонов будет обрабатываться, и тем выше окажется общее качество модели. В итоге в случае с Unreal Engine 5 типичная полигональная сетка одного 3D-объекта может содержать больше миллиона треугольников, требуя пару десятков мегабайт памяти и несколько миллисекунд для рендеринга. Насколько это много, в красивейшем для своего времени Crysis целые сцены из сотен объектов могли использовать в сумме пару миллионов полигонов. Но увеличение числа полигонов это только одна сторона медали, которая отвечает за геометрию объектов. На 3D-модели еще нужно натянуть текстуры, и здесь действует правило «Чем больше, тем лучше». Многие игры нулевых кажутся нам мыльными, не просто так. Сейчас отдельные HD-паки могут весить несколько десятков гигабайт, что сравнимо с весом графонистых игр десятилетней давности. Активно развиваются высокие разрешения, 1440p и 4K уже никого не удивляют. Поэтому теперь, когда отдельные кадры могут состоять уже из нескольких миллионов пикселей, разработчики вынуждены повышать качество текстур, чтобы они не выглядели мыльными в больших разрешениях. Next-gen консолям, способным выводить игры в 4K уже пару лет, да и среди ПК-бояр это разрешение становится все популярней. Если экстраполировать это на 8K будущее, о котором Nvidia стала говорить пару лет назад с релизом RTX 3090, то становится очевидно, что рост качества и вес текстур продолжится. И к тому времени 8-ми гиговые RTX 4060 превратятся в тыкву. Но об этом мы уже говорили в прошлом выпуске, кому интересно, проблема рынка видеокарт. Но количественные изменения бесполезны без качественных. Даже с текстурами очень высокого разрешения и миллионами полигонов, без хорошей реализации освещения, картинка начинает выглядеть плоской и ненатуральной. Добавлением глубины картинки занялись еще в середине нулевых, когда вычислительные мощности GPU достаточно подросли, чтобы с этим справляться. Тогда стали появляться первые технологии затенения и отражений на базе растеризации. Но нам сейчас интересно не прошлое, а будущее. А оно за трассировкой лучей, которая разом решила все сложности с построением правильного освещения по одной простой причине. Эта технология базируется на физически правильном моделировании поведения света при его прохождении через виртуальную сцену. Теперь разработчикам больше не нужно использовать различные технологии для затенений и отражений. Достаточно просто прописать нужные физические свойства всем объектам, а RTX ON сделает все остальное. Но, разумеется, за все приходится платить. И в данном случае производительностью. И хотя обсчитывать поведение миллионов лучей можно на любых видеокартах, на решениях без специализированных блоков этот процесс происходит медленно. В играх с трассировкой даже достаточно быстро по современным меркам GTX 1080 Ti оказывается куда медленней простейший RTX 2060, который обладает RT-ядрами. Конечно, в будущем, когда видеокарты и консоли станут еще быстрее, трассировка лучей станет еще доступней. А потом и вовсе нормой для игр. Уже пару лет есть улучшенная версия Metro Isход, которая просто не запустится на картах с RTX OFF. Но вообще говоря, трассировка лучей в текущем виде не предел возможности освещений. Сначала в Portal, а потом в Cyberpunk добавили трассировку пути. По сути, это еще более продвинутый вариант трассировки лучей, который еще ближе к реальности и еще физически корректнее обсчитывает пересечение лучей с поверхностями. Разумеется, с печальным итогом для производительности. Даже 4090 с трудом переваривает трассировку пути без DLSS. И да, как можно было догадаться, даже трассировка пути не конец. Существует так называемая интегральное уравнение рендеринга, которое определяет количество светового излучения в определенном направлении как сумму собственного и отраженного излучения. И решать его можно с любой нужной точностью. Так что с трассировкой дела обстоят как с полигонами или качеством текстур. Нет предела совершенству. Можно использовать хоть миллиарды лучей. Но все же прикоснуться к практическому максимуму на данный момент может любой пользователь более-менее мощного ПК при помощи бесплатной программы для рендеринга под названием Blender. В интернете хватает демо-сцен, мы используем их в своих тестах, и одна из простейших называется Classroom. Да, она выглядит красиво, но при этом хорошо заметно, что это все-таки CGI, пусть и уровня современного диснеевского мультика. И знаете, сколько потребовалось одной RTX 3080 Ti, чтобы обсчитать эту сцену? 15 секунд. 4 кадра в минуту. Чтобы с таким уровнем графику получить хотя бы консольные 30 FPS, нужна карта в 450 раз быстрее. Окей, пусть даже часть информации всегда получится брать из предыдущего кадра, но все еще для расчета такой высоко детализированной сцены с правильным освещением в реал-тайме нужна карта в сотню раз быстрее бывшего игрового топа Nvidia. И тут у многих возникнет вопрос, а почему расчет этой сцены так тяжел? Ведь даже в красивейшем демо-матрице на Unreal Engine 5 мощная RTX 3080 Ti в 2К может выдать хотя бы 30-40 кадров в секунду. Дело в том, что чем мы ближе к фотореализму, тем все более и более вычислительно сложные модели приходится использовать. И одновременно с каждым приближением к реальности улучшения в качестве картинки становятся все менее заметными. Именно поэтому трассировка пути в Cyberpunk так мало дает графически, но так требовательно к GPU. Но сможем ли мы вообще получить нужный уровень производительности, чтобы выводить CGI уровня Disney в реал-тайме? Да. Видеокарты последние годы развиваются очень быстро. Так, сейчас RTX 4090 выдает под 90 терафлопс в 32-битных вычислениях с плавающей запятой. Для сравнения, GTX 980 Ti всего 6 терафлопс, или почти в 15 раз меньше, а ведь между картами прошло лишь 7 лет. И мы не учитываем мощь RT и тензорных ядер, которых у старушки 980 Ti просто не было. Так что дальнейший рост графической производительности в разы за несколько лет не выглядит чем-то нереальным. Но, глядя на жадность NVIDIA, понимаешь, что дешевым технический прогресс точно не будет. Ладно, раз новые технологии очень требовательны, можно ли как-то сгладить их влияние на производительность? Разумеется, можно. На помощь спешит Upscale. Генерация маленькой картинки в большую. Развелось их в последнее время много. Отдельно можно выделить умный DLSS от NVIDIA, который опирается на тензорные ядра, использует векторы движения и предыдущие кадры. Магия вне Хогвартса неплохо работает, и картинка временами оказывается даже лучше натива. AMD с Intel, конечно, отстают, но все еще их FSR и XESS позволяют неплохо бустануть производительность путем терпимого ухудшения качества картинки. А еще есть такая забавная штука, как Shading Rate. Вот зачем размытие в гонках рендерить в полном разрешении, если в процессе игры мы за ними все равно не следим. Поэтому можно неплохо выиграть в производительности, рендеря далекие от поля зрения игрока объекты в пониженном разрешении. Профит по FPS обеспечен, такая технология уже работает в Dirt 5, Far Cry 6 и Borderlands 3. Sony PlayStation 4 Pro вообще говоря, 4К не тянет. Но благодаря шахматному рендерингу, когда информация частично берется из предыдущих кадров, такое разрешение консоль покоряет. И опять же, с не особо видимым влиянием на графику. И раз будущие технологии рендеринга станут еще тяжелее, различный мухлеж, то есть апскейл, плотно войдет в нашу жизнь. Nvidia с DLSS 3 уже умеет создавать целые кадры. AMD готовит эту фичу для своих карт в FSR 3. Конечно, пока все это работает не идеально, и нередко огрехи артефакты, видные при реальном геймплее. Но если учесть, что тому же и DLSS лишь 5 лет, и за это время он проделал путь от мыла, до местами утроения FPS с отличной картинкой, будущая технология апскейлинга максимально радужна. И вполне возможно, что лет через 5 мы вообще забудем про нативные разрешения. Они будут банально хуже того же DLSS 4. Под конец нельзя не затронуть тему искусственного интеллекта. Он уже плотно вошел в нашу жизнь, и пообщаться с различными умными ботами можно даже просто в поисковой строке. Конечно, и технологии уже находят свое место в играх. В основном тут продвигается, конечно, NVIDIA. Взять сглаживание DLSS, которое базируется именно на машинном обучении и тренировках на высокодетализированных моделях. Или, например, можно вспомнить технологию NVIDIA Instant Nerf, которая по нескольким фото или текстурам может создавать сложные объекты с реалистичным мехом или одеждой. NVIDIA и студия Remedy разработали метод, использующий машинное обучение, который может создавать реалистичную мимику лица при воспроизведении нужных слов. Это здорово поможет в анимации игр и переводе их на различные языки, для которых мимика может не совпадать с английской озвучкой. Помочь картам с небольшим объемом видеопамяти может технология NVIDIA NTC. Дело в том, что процесс распаковки современных высокодетализированных текстур процесс трудоемкий и NVIDIA предлагает перенести его на быстрые тензорные ядра. К тому же, это дополнительно позволит прогонять текстуры через нейронку, тем самым дополнительно увеличивая их качество. Или наоборот, изначально использовать менее тяжелые текстуры, получая после NTC хорошее качество. Это позволит разгрузить видеопамять, что крайне важно для текущих видеокарт NVIDIA, которым гигабайты не доложили. Разумеется, искусственный интеллект можно использовать не только для улучшения графики. Возможностей того же чат GPT вполне хватит, чтобы сделать реплики как минимум второстепенных героев в крутых играх интереснее и разнообразней, а также добавить им дополнительные реакции на действия игрока или даже сгенерированные квесты. Это уже естественно опробовали модеры Скайрима. А недавно NVIDIA представила Аватар Cloud Engine for Games. Это набор ассетов для искусственного интеллекта, которые в режиме реального времени позволяют создавать и озвучивать реалистичные интерактивные аватары, используя уже готовые языковые и анимационные модели. Это здорово упростит работу игроделом при программировании NPC. Более того, технология позволяет распознавать речь геймеров, то есть игровые персонажи смогут лучше реагировать на пользователей и тем самым усиливать погружение в игру. Аватар Cloud уже скоро появится в играх. Одной из первых станет Stalker 2. Можно использовать развитый ИИ для создания дополнительных сложностей продвинутому геймеру. Многие замечали, что в современных игр NPC все еще ведут себя достаточно глупо и временами даже неадекватно. Обучив нейросеть на действиях реальных игроков, можно сделать ботов гораздо умней. Настолько, что искусственный интеллект от OpenAI еще в 2017 году смог победить лучших игроков в Dota 2. И хотя графические технологии за последние десятилетия сильно продвинулись, мы еще и близко не достигли предела. Для получения качественного CGI в реалтайме нам потребуются карты на пару порядков быстрей. И если технический прогресс в GPU не остановится, этот уровень вполне достижим. И возможно нам не придется ждать пару десятилетий. Спасибо апскейлу, который становится с каждым годом качественнее и быстрее, в том числе благодаря искусственному интеллекту. Хотя чем ближе мы к фотореализму, тем сложнее заметить изменения, но платить за них приходится все большую цену. Достигнем ли мы когда-нибудь баланса между реалистичной красотой и быстротой ПК, кто знает, но теоретического потолка здесь просто нет. Надеюсь это было познавательно и интересно. Читать наши новости можно вконтакте и телеграм, ссылочка будет в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, жду вас в комментах. Пока.